Бывает так, люди приходят в ресторан с приличной винной картой, зовут Сомелье, а дальше, как говорится, что-то пошло не так. Разговор не клеится, Сомелье нервничает, гости еще больше. Сегодня я расскажу, какие фразы ни в коем случае нельзя говорить Сомелье, чтобы он вам не подсунул вину с дефектом. Впрочем, хороший Сомелье так никогда не поступит, но все же эти фразы могут его выбесить. Не стоит употреблять их, честно. Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн Витиспро. Если вы хотите разбираться вине лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео, потому что мы говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Почему вы говорите, что вино не порошковое? Тут же на бутылке написано сухое, а? Если вы внимательно смотрели вот это мое видео, то знаете, что никакого порошкового вида не бывает в природе. Не буду повторяться, лучше посмотреть это видео целиком. Скажу только, что на такие вопросы на Сомелье действует как красная тряпка на быка. Здесь написано Савиньон Мальборо. Туда что, сигареты Мальборо добавили? На самом деле Мальборо это долина в Новой Зеландии. Главный винодельский регион этой страны. Ничего общего с сигаретами не имеет. А Савиньон из этого региона действительно стоит попробовать. Он славится своими яркими ароматами, нотками свежескошенной травы, цитрусовых и тропических фруктов. Ой, все промышленные вина плохие. Вот у моего деда настоящее вино, не то, что это ваша химия. Такая реплика выдают посетители ресторана полного винного профана. Какой смысл Сомелье работать с человеком, который изначально негативно настроен? Не проявляйте невежество. Домашние вина Сомелье не очень любят. Скажу больше, зачастую они реально хуже. Пожалуйста, не говорите Сомелье про домашнее вино, если не хотите его выбесить. Дайте-ка мне эту бутылку, я проверю донышко на глубину. Слышал, чем глубже выемка, тем качественнее вино. Я уже касался этой темы, когда рассказывал про осадок вине. Если вы не видели ролик про осадок, найдите его на этом канале. Чаще всего бутылки с глубокими воронками наливают вина, которые предназначены для долгого хранения. Есть и другие причины, исторические. Например, раньше стеклодувы не могли сделать бутылку с плоским дном, которая бы устойчиво стояла в вертикальном положении. Сегодня это уже, естественно, не актуально. Выемка никак не говорит о качестве вина, а ее глубина и подавно. Винтовая пробка, вы издеваетесь? Унесите этот суррогат и принесите мне нормального вина. Тут можно вспомнить фразу из анекдота. Слушайте вам шашечки или ехать? Если вы пришли выпить вина, а не забрать бутылку или пробку в свой винный погреб, то вам вообще не нужна красивая пробка. На самом деле, сегодня многие авторитетные винодельни от нее вообще отказываются. Тот же Chateau Margot уже несколько лет производит экспериментальные партии, закручивают их винтовыми пробками. А производители Chablis уровня Premier Crew тоже часть переводят на закрутку. И регулярно проводят слепые дегустации. Что вы думаете? Эксперты не могут отличить, где корковая пробка, а где винтовая. И ставят этим вином примерно одинаковые баллы. Скажу больше, переходить на закрутки – это в целом модный тренд. Чтобы сделать пробку, нужно взять кусок дерева. Зачем переводить природный материал, если можно заменить его условно более экологичной альтернативой? Поэтому, если Сомелье принес вам бутылку с винтовой пробкой, не отправляйте его обратно, лучше скажите спасибо. Вам точно не попадется вино с корковой болезнью. Кстати, на этом канале есть ролик про болезни вина. Ну все-все-все-все, хватит ссылаться на другие ролики, надоело. Окей, понял. А правда, что розовое вино – это просто смесь красного из белого. Но этот вопрос Сомелье, скорее всего, скажет вам, что в Европе запрещено смешивать белое и красное вино. Да и зачем это делать, если розовое и даже белое вино отлично получается из красных сортов? Мы фотографировали бутылку и пробили по вино. Там что-то рейтинг низковат, принесите другую с нормальным рейтингом. Не то чтобы Сомелье сильно любят или не любят вино, они и сами иногда пользуются этим приложением. Но с умом, надо понимать, что рейтинг в нем сильно субъективен и усреднен. Самые высокие оценки зачастую у тех вин, которые стоят недорого. А на вкус простые и понятные. Одним словом, по псам. Кстати, вы пользуетесь вино? Вам интересно, как им пользоваться с умом, не попадаясь на дутые рейтинги? Если да, то напишите мне в комментарии, и я сделаю подробный разбор в одном из новых выпусков. И вернемся к вино. Само приложение неплохое, но не нужно ему слепо верить. Когда перед вами профессионал, я сейчас про Сомелье, который может посодействовать действительно выбору хорошего, качественного вина, лучше доверьтесь ему. Это вино покрасило мне губы. Страшно представить, сколько там красителей. Вине действительно есть красители, но они естественного, природного происхождения. Это натуральные пигменты, которые содержатся в кожице винограда. Скажу сразу, что не все красные сорта красят губы. Больше всего этим грешат Каберне, Ширас, Пинотаж, Мальбек, а еще Саперави. Как он красит? Вах! Красящие способности не связаны с качеством вина. Так что не надо мучить Сомелье и заставлять объяснять вам очевидные вещи. Тут вы, наверное, подумаете, что Сомелье это какой-то сноб или какой-то неженка, которого можно легко вывести из себя одним таким вот неаккуратным вопросом. На самом деле нет. Сомелье ребята закаленные. Они не падают в обморок, когда их спрашивают про порошковое вино. Дело в другом. Такие вопросы показывают, что человек просто не готов пробовать интересные сложные вина. Скорее всего, ему порекомендуют какое-нибудь дешевое посредственное вино, неплохое, но не выдающееся. Но вам ведь хочется попробовать что-то поинтереснее, правда? Друзья, признавайтесь, вы когда-нибудь говорили Сомелье что-то из этого списка или просто какую-нибудь глупость, за которую вам потом было стыдно? Не стесняйтесь, потому что все мы когда-нибудь когда-то с этого начинали. Давайте вместе в комментариях составим рейтинг народных винных вопросов Сомелье, которые способны его Сомелье выбесить. Хоть нам он, конечно, этого не скажет. Эти комментарии я прочту с особым удовольствием. Кстати, к этому видео я приложил список, перечень вот этих всех условно глупых вопросов. Если вы захотите разговорить с Сомелье, вы просто достаете этот список из вашего телефона, цитируете для Сомелье один из этих вопросов и спрашиваете, а вам, дорогой мой, когда-нибудь подобные вопросы задавали? И я вам гарантирую, что интересная, экспрессивная, эмоциональная беседа с Сомелье вам просто обеспечена. Ну а если это видео вам показалось полезным и понравилось, то не стесняйтесь, ставьте ему лайк, так вы расскажете Ютьюбу о том, что оно вам понравилось. А если вы хотите получать уведомления о свежих видео, еще более интересных видео, то подписывайтесь на этот канал и нажимайте на колокольчик, потому что вы помните, это совсем-совсем, ну совсем другой канал про вино. Субтитры сделал DimaTorzok